всем привет друзья приветствую извините что буквально на пару-тройку минут задержка вот пришлось перезапустить компьютер прям буквально в последнюю секунду как всегда техника не хочет работать как видно как слышно друзья отлично ну сейчас мы из таких стационарных домашних условий поэтому все друзья в штатном режиме работы поэтому сегодня эти мы будем теперь на каждом вебинаре на заставке ставить 26 будем ставить число вот и сейчас еще будем добавлять еще одну дату вот видите 65 дней это знаменательная дата мы это считаем теперь на каждом вебинаре это друзья 65 дней до экофеста до нашего очень важного события мы сегодня много об этом будем чего говорить много будем с вами комментировать потому что к сожалению не все понимают значимость события значимость тех работ которые сейчас происходят и здесь друзья я могу сказать что ну я как вы понимаете всех приветствую кто 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 с нами вот у нас на прошлой неделе после вебинара произошло но я считаю на мой взгляд важнейшие события во всяком случае друзья без преувеличения могу сказать в моей жизни вот мы с алексеем вместе были минске пока потом расскажем с кем и как какие или переговоры мы были в эко технопарке и те события которые сейчас произошли там небольшая такая утечка уже была то есть мы сильно это и не скрывали и юницкий сейчас не сделает не делает из этого какого-то сверх секрета был привезен юнибус из цеха и получилось так что мы сначала с делегацией приехали в шабаны это завод и увидели как юнибус грузится на платформу для переезда в экотехнопарк причем как вы помните для меня это была полная неожиданность потому что на прошлом вебинаре буквально перед вебинаром я бы разговаривал с анатолида общим юницким вот и за несколько дней друзья буквально за пару дней и он говорил что юнибус на испытаниях завод на заводе там для него сделан был стенд он работает и испытывается в штатном режиме путевая структура еще готовится к монтажу и соответственно не предполагается пока перевоз его где-то только ближе к экофесту когда все будет в штатном режиме будет готова путевая структура тогда будет перевоз и мы приезжаем на завод и при нас грузят и увозят юнибус вот на что антоли дуар ч интересно как бы ну прокомментирует вещь что буквально вот за несколько дней до этого намечено приезд правительственной делегации индии именно в ответ на те визиты которые были визитами и виктора бабурина и юницкого когда были подпишены рамочные соглашения и вот в ответ на это едет уже очень серьезная такая чиновничий бизнес бизнесменами делегация марину горку и министр транспорта соответственно нас хочет увидеть именно юнибус в действии возможно ли это или нет вот юницкий тут же поменял план и испытание работы и говорит да возможно и они приезжают завтра вот к завтрашнему дню уже должен был быть проверен и испытан юнибус на путевой структуре поэтому это это не вне плана вне графика работа он привезен и получилось так что мы как в эко технопарке вот алексей поставил как раз сейчас друзья фотографию на которую я до сих пор без придыхания смотреть не могу вот и мы были свидетелями как юнибус поставили на путевую структуру как он соответственно начался первые шаги по путевой структуре вот и это все вот на наших глазах естественно что как мы говорили тогда в прямом эфире в перископе такие вот такого работы показывать не будем но ряд съемок которые мы сделали вот с алексеем мы потом с разрешения и с позволения мы вот на вебинаре сейчас показываем что друзья это чтобы вы понимали это начало ходовых испытаний уже в поле вот но это не окончание работ вот вы помните как много было разговоров и соответственно сегодня обобщая тот опыт который был с юнибусом с юнибайком когда там наши тролли глубоко уважаемые и глубоко любимые соответственно там сказали что мы картонку повесили что он бегает там не 60 километров а не 150 на что как мы говорили моя бабушка знаете есть очень хорошая поговорка не показывает дураку незаконченную работу поэтому мы как обещали юницкий выполнил обещание что в ноябре начались ходовые испытания реально действующих системы skyway вот но чтобы не повторять все таки для юнибуса готовилось все это более тщательно более подготовлено он проходил почему я говорил что я знаю я видел потому что когда мы были в марин в шабанах на заводе там вдоль цеха стоит стенд и по этому стенду юнибус именно в рабочем порядке для отработки с тем он работал но это не для демонстрации это технологические соответственно прогоны технологические изучения в марину горку он должен был привести только тогда когда он будет подготовлен к полноценным ходовым испытаниям когда будет готова путевая структура но видите наши партнеры наши скажем так уже друзья из Индии они ради этого специально планировали не могли уже на более поздний срок планировать и поэтому юницкий принял решение поставить именно юнибус сейчас на еще не до конца подготовленную путевая структура что значит друзья не до конца подготовленная как мы говорили что она проходит сейчас ряд уже этапов которые готовятся к сертификации и к испытаниям так вот это как и с легкой трассой точно так же сейчас и с эстакадой идут испытания когда это струны внутри есть но они не под напряжением имеется ввиду на них не даны физические усилия они не начинают работать как балка жесткости это делается для того чтобы изучить работу балки работы эстакады которые находятся еще без преднапряженных струн и сегодня фактически испытывается режим когда идет разрыв или разрушение части путевой структуры и очень много наших оппонентов причем друзья очень уважаемых академиков которые говорили что если произойдет где-то обрыв струны то вся трасса сложится и она не будет работать вот сейчас друзья это путевая структура показывает что сама эстакада сама путевая структура даже без дополнительного напряжения которое придает жесткость без закачанного бетона она позволяет в штатном режиме двигаться юнибусу вот он спокойно перемещался со скоростью где-то ну это первое начало испытаний где-то 30-40 км в час больше для первых испытаний было решено ему не давать и что еще раз друзья повторяю это еще не готовая путевая структура то есть еще на концах не готовы узлы которые анкируются сегодня еще работают температурные швы и вот эта вся эстакада друзья то есть чтобы вы понимали разницу между обычной железобетонной балочной конструкции эстакадой skyway что температурное расширение температурные швы двигаются больше чем на 1 метр друзья на расстоянии 1 км поэтому там сейчас специально и сделаны температурные расширители и определенные приспособления именно технологические чтобы можно было испытывать но это все друзья испытательные инженерные работы и к этому мы почему вам сейчас это говорим объясняем потому что мы все этого ждали мы все к этому шли мы все участники этого процесса а на отпечатку будут что-либо говорить либо подключаться вот мне честно говоря плевать и когда сейчас говорят а покажите скорость а у вас фотошоп кстати очень интересно мы были на демонстрации и договорились что никаких документов никаких фотографий в сети выложено не будет вечером мне прислали фотографии что уже юнибус на путевой структуре как работает система как выходит информация остается только догадываться и удивляться это говорит о том что очень внимательно за этим следят и поэтому друзья придет время сейчас могу сказать и будет дано напряжение будет балка работать в штатном режиме придет время и юнибус поедет за декларированной скорость 150 км в час сейчас друзья это такое знаковое событие мы не называем дату потому что это уже не ключевая дата как было 29 ноября когда наш юнибайк побежал и дал старт вообще ходовым испытаниям проекта Skyway это друзья уже промежуточные шаги которые испытали ли юнибайт на скорость да друзья все эти испытания идут и все вы все узнаете в свое время и сейчас вот я хотел бы акцентировать несколько внимания именно на самой эстакаде на самих возможностях что мы сегодня демонстрируем потому что не многие вообще не понимают что мы делаем и в какой последовательности и второй момент это на объем выполненных работ друзья я когда посмотрел и вот мы приехали с одной целью то есть вот сейчас на фотографии это тоже кстати задавали вопрос помните я в прошлый раз сказал что мы едем с человеком который 16 лет назад инвестировал в проект Skyway более полтора миллиона долларов и потом на не по разным причинам а особенно там ну мы сотрудничали потом когда был разрушен полигон в озерах бизнесмен отошел от проекта Skyway так вот сейчас знаменательная такая дата что юницкий когда показал ему что сделано как сделано вот мы общались там больше месяца именно сначала встречались смотрели как и что дальше можно сотрудничать и вот мы приехали в эко технопарк и именно в этот приезд я не могу сказать что это было приурочено это было абсолютное скажем так совпадение с точки зрения целей и задач которые были но мы присутствовали на именно запуске очень важного такого элемента развития это юнибус и эстакада Skyway и здесь там имя этого бизнесмена я сейчас называть не буду вы его узнаете и живьем увидите в экофесте и увидите еще ряд и волчья и в музее который создается но то что человек который 16 лет назад инвестировал более полтора миллиона долларов вот он вернулся в проект он сегодня очень важный и значимый партнер всего всего проекта мы с ним наметили и делаем сейчас очень важные шаги дальнейшие по развитию что и как это дальше друзья мы вам будем по мере развития рассказывать это уже друзья именно чисто бизнес шаги они не показываются поэтому ну назвать я наверное могу это Терехин Дмитрий Владимирович вы кто читал историю Skyway кто читал книгу струнных дорогов Юницкого то наверное эту фамилию слышали и это первый человек который пришел с серьезными инвестициями в Skyway вместе с Александром Ивановичем Лебедем и это благодаря ему то есть помните я всегда называл так расплывчато что это ребята из Газпрома то есть он имел в то время отношения к Газпрому сейчас никакого не имеет вот соответственно это вот благодаря ему еще ряду там такому узкому кругу бизнесменов и Александру Ивановичу Лебедю был построен полигон в озерах который после презентации Медведев в 2009 году был разрушен соответственно сегодня тот полигон с точки зрения практической значимости не имеет уже никакое отношение он имел как бы интересное такое представление как история как самолет братья Фрайт но к сожалению благодаря действиям определенных вандалов это дорога и эти первые демонстрационные стенды до наших времени не дожили но друзья тоже я могу сказать очень знаменательный момент что дедушка нашего юнибайка дедушка нашего юнибуса этот ЗИЛ-131 он по классификации идет Ю-21 он восстановлен и он займет достойное место в экотехнопарке мы его видели мы уже рядом с ним пофотографировались но это друзья вы все увидите только на экофесте первого июля и дедушку и уже и внучка и правнучка поэтому почему я говорю правнучка потому что сейчас уже идет третье четвертое четыре плюс поколения а в проекте закладываются уже технологии пятого поколения и это друзья все сейчас идет в динамике очень идет так серьезно в работе поэтому сразу опять же мы вынуждены друзья соответственно отвечать на вопросы вот этих вот как мы называем кому нельзя показывать незаконченную работу сразу уже в сетях я прочитал вопрос что мы показываем очередной фотошоп что это очередная какая-то картонка вот поэтому друзья могу сказать что это полноценная машина которая была в Берлине которую показывали она стала в полноценную путевую структуру все остальное вы увидите по мере испытаний и просто мое личное мнение я вам доношу что это не фотошоп это реальная работающая машина все остальное друзья относитесь особенно это я к троллям как угодно все остальное вы увидите придет время и сейчас очень важно интересно мне ребята написали когда вот это звучит что придет время и вы тролли все увидите то сейчас очень интересно говорят тролли ваше время придет Так вот, я могу сказать, что, друзья, придет, вы все узнаете, а ваше время придет 100%. И сейчас, друзья, я хотел бы немножко акцентировать внимание, потому что мы с Алексеем были просто в шоке, просто в таком эмоциональном подъеме, потому что, друзья, я могу сказать, что я это мечтал увидеть вот последние 17 лет. Потому что то, что показывали в озерах, то, что мы делали, это был первый демонстрационный стенд, но он не предполагал ни подвижной состав, ни дальнейшие испытания. Это были первые шаги, это самолет «Братья Фрайт». Но, тем не менее, мы жили на этом полигоне, мы его делали, мы мечтали это увидеть. А сейчас, друзья, это уже полноценная эстакада Skyway, это полноценные уже действующие образцы, которые приступили к ходовым испытаниям. Это реально то, к чему Юницкий шел 46 лет. Просто сейчас это уже настолько начинает, друзья, превращаться в обыденность, что даже перестаем этого замечать. Перед этим мы были на заводе в Шибанах, мы прошли с Сенкевичем по всем цехам. Соответственно, мы увидели те образцы, которые сейчас делаются. Там сейчас и изготавливается 24-местный юнибус, уже берельсовый, который будет ходить по этой эстакаде. Там еще заложен сейчас юникар в двух модификациях. И там работает модельная мастерская. Мы видели уже модели. И вы тоже их на экофест 1 июля увидите. Это уже от образца, который будет давать скорость 500-600 км в час. Соответственно, это тоже работа ведется. Ну и дальше Алексей вам покажет, о чем мы были особенно, друзья. Не просто в шоке, а, скажем так, вверх такого получили технического, эстетического удовольствия. Когда Юницкий нам показал, что... Вы помните историю, когда была заявка на 16 км продления этой трассы. Потом область полкома отказал в этом выделении этой земли. Было обращение к президенту Александру Григорьевичу Лукашенко. Вот. Соответственно, после этого область полкома очень быстро выделил землю. Но тут уже Анатолий Дарович поставил несколько другое условие. Что там, когда мы делали, мы просили по минимуму. Это была земля не совсем удобная для нас. А сейчас мы бы хотели взять другой участок, который начинается здесь же, но уже не 16, а 22 км. И он уже несколько в других условиях, для нас более комфортных, чем... И, друзья, очень короткий срок. Все было отведено, все было выделено. И мы уже с Алексеем и Дмитрием Владимировичем Терехиным, с Антоном Дуаровичем, мы проехали вдоль уже 22-х километровой трассы, вот, где будет все. И пересеченная местность, и реки, и болото, и лес, и, соответственно, линия электропередач, где надо будет пройти, вот, это 22 км. И вот, друзья, вы сейчас видите, на расстоянии 22 км, это место, на котором будет стоять разворотная станция для обратного хода, где уже скоростной юнилёт будет давать скорость 500 км в час, и при развороте будет возвращаться обратно. И здесь, друзья, что мы вообще были не то, что шокированы, а это уже опять, друзья, с каким темпом мы движемся. И строительство этих 22 км начнётся сразу после Экофеста, сразу же. Сейчас уже начинается идти проектировка, проектировка путевой структуры, проектировка станции разворотной. И вот, друзья, мы сейчас вот стоим, видите, с Анатолием Дуаровичем и Дмитрием Владимировичем именно на том месте, где будет стоять разворотная станция. Поэтому, друзья, это уже следующий этап. То есть мы начинаем уже, видите, это как горизонт целей. То есть мы приближаемся к Экофесту 1 июля, где сводится огромная работа запараллеленных одновременно задач. И вот я, когда к Анатолию Дуаровичу подошёл, я говорю, Анатолию Дуаровичу, вот я просто объём работ, чтобы понимали, там сейчас идёт всё, начиная от озеленения, высаживания деревьев, строительства станции для юнибайка, там, где будет посадочный узел. Идёт установка нашего дедушки на постамент, где он, так сказать, идёт подготовка музея и анкерной опоры, которая сегодня будет с садами по нашей лойке на крыше. Вот. Сегодня идёт изготовление шести видов подвижного состава, трёх видов путевых структур, которые монтируются. Сегодня идёт работа, как минимум, друзья, по одиннадцати адресным проектам. И мы начали с юницким запараллеливать, сколько сегодня одновременно выполняется задача. А это, друзья, на каждую задача, исполнитель, материалы, финансы, ответственность, отчётность. То есть это, друзья, целый цикл. И вы представляете, насколько и замкнуто это сегодня на одного генерального конструктора, который отвечает и ведёт всю эту работу. Это, друзья, это просто неимоверная сейчас нагрузка, неимоверная ответственность. И когда Анатолий Владимирович, у него сейчас единственная радость, это выходные. Он может позволить себе, когда находится на технопарке, это в пожарном пруду половить рыбу. И мы были очередной раз свидетелями, когда выловили рыбу карпов, там штук пять, наверное, сварили из них уху. Вот, друзья, это единственный на сегодняшний момент, где идёт совмещение работы уже с каким-то подобием, наверное, отдыха. Поэтому, друзья, если обобщить и сделать, то сегодня объём выполняемых работ, он просто колоссален. Объём выполняемых задач, которые сегодня стоят не только на экотехнопарке, это и в производстве. Мы абсолютно видели и уже несколько, мы видели восстановленный её мобиль уже, не тот, который уже Риновского, а тот, который находился на заводе. Мы видели принципиальные схемы, которые на нём отрабатываются, и некоторые узлы и агрегаты даже будут применяться потом в наших юнибайках, юнибусах, юникарах. Вот, мы видели изготавливаемый уже юнибус 24-местный, а мы как раз с Алексеем участвовали. Были первый раз, когда только началась собираться, варится первая рама. Сейчас этот подвижной состав уже принимает очертания. Мы видели табличку опять, то, что появилась на такая бытовка, где собирается именно инженер. До, когда мы были там, до Экофеста осталось 71 день, и с разделением первая половина дня, вторая половина дня, и расписаны все объёмы работ, которые должны выполнить в этот день. Так было, и мы это вам рассказывали, друзья, так было, когда готовились к берлинской конференции, к берлинской выставке «Инотранс». Соответственно, друзья, всё это, мы видели уже место, идёт сейчас подготовка монтажа оборудования по, как мы говорили, и лазерной сварке, и лазерной резке, и 3D-принтеры. Вот, их там целая серия, которые выполняют задачи. То есть это будет по... И ещё Анатолий Анатолий нам показал монтируемую сейчас уже интеллектуальную вакуумную формовку. То есть это тоже интересная технология, которая очень ускорит и упростит уже выпуск таких опытно-промышленных образцов юнибайков, юнибусов, юникаров, юнилётов. Вот, ещё целой серии подвижного состава, который сейчас делается. Ну и, друзья, как уже промежуточный этап, мы не говорим уже, что это событие, хотя, друзья, это очень важное событие. Завтра это официальная делегация Индии, которые уже после подписания рамочных соглашений, которые, как вы помните, были подписаны в декабре, уже приезжают для проработки и конкретных адресных проектов. И об этом как раз уже будет и сказано, и это в официальных, соответственно, сообщениях компании. И, соответственно, как я ещё раз повторюсь, что вот эта вот такая преддемонстрация и показ юнибуса связан именно с тем, что министр транспорта, он именно хотел увидеть уже это в действии, чтобы это действует. Поэтому, друзья, всё это объединилось. Вот, поэтому на сегодняшний момент я могу сказать, что то дерево целей, которое сводится сейчас к 1 июля, как мы говорили, это выполнение одновременно запараллеленных, даже не десяток, а это уже там сотен за сотню выполняемых задач, 65 дней до Экофеста, соответственно, всё это сводится в одну точку 1 июля, когда мы с вами проведём такую демонстрацию, презентацию, мы с вами сделаем слёт наших сторонников, здесь мы с вами пообщаемся, увидим эти с вами, друзья, своими глазами, и сразу это уже переходит в логику горизонта целей. То есть, друзья, эта цель достигнута, но это не значит, что на этом что-то остановится, или это будет веха, которая там мы должны пройти и кидать шапки вверх, нет, друзья, это открывает следующие горизонты, значит, дальше уже будет готовиться к демонстрации и переходу уже и грузовая транспортная система и перевозки леса, то есть в течение где-то июля, августа мы должны подготовить уже для наших конкретных инвесторов по адресным проектам, связанных с транспортировкой леса, это тоже отдельная программа, мы будем об этом говорить. Мы сегодня ведём адресные проекты, связанные с перевозкой руды, тоже в разных участках и в Латиновской Америке, и в России пошли эти проекты, и в Монголии, и в Африке, в Гвинеи, то есть этих проектов, это сейчас, друзья, только ту информацию, которую знаю я, где я принимаю участие. Сколько ведётся реально проектов и сколько прорабатываются, и которые сегодня находятся на стадии такой глубокой проработки, я даже не могу предположить. Единственное, что могу сказать, что это к концу этого года количество этих проектов будет реально приближаться уже к сотне. А это как раз, мы с вами об этом будем ещё говорить, и говорили, это как раз капитализация и то, как мы дальше будем двигаться. И ещё, друзья, я могу сказать о вот этой эстакаде, которую вы сейчас видите, потому что очень даже многие, кто говорят о Скайвее, особенно вот этот вопрос, меня не то, что смущает, а он меня всегда вызывает улыбку, когда говорят, о чем вы отличаетесь, ну, допустим, от поезда на магнитном подвесе или от монорельса. Вот, то есть вот тот, кто задаёт вопрос, значит, он не представляет, что такое та система, и тем более не представляет, что такое происходит. Вот, друзья, вот теперь я хочу, чтобы вы очень внимательно это послушали и дальше очень подробно всё это рассказывали. Вы сейчас видите эстакаду, и особенно, когда это начинают сравнивать с поездом на, там, в фарвакуме, это вот этот Hyperloop, технологию, которая очень много, ещё ничего не показала, но очень много обсуждается. Так вот, друзья, в данном случае вы видите ни одну транспортную систему. Вот давайте я вам просто сейчас перечислю, что вы видите перед собой. Вы видите эстакаду, внизу под которой находится берельсовая система, то есть два рельса, на одном рельсе, которым сейчас висит грузовой, пассажирский юнибус, 14-местной вместимостью. Так вот, одна эта трасса позволит перемещать более 500 тысяч, друзья, ещё раз, 500 тысяч пассажиров в сутки. Это больше, чем одна ветка метро. Метро сегодня перевозит до 10 миллионов пассажиров, но у нас, извините, почти 26 веток московского метро, поэтому у неё производительность 10 миллионов тонн. Так вот, одна эта ветка, чтобы вы понимали, это точно такая же производимостью, как московское метро. Но, как вы видите, это одна небольшая опора и очень лёгкий подвижной состав. Соответственно, для этого не надо копать туннели на глубинах и не выходить в эти безумные цели. Так вот, друзья, по этой же лёгкой трассе, по этому одному рельсу может двигаться юнибайк. То есть, это ещё трасса для юнибайка. Юнибайку, там, где ему надо ехать отдельно, это небольшой рельс, ему не нужна такая жёсткая и такая сложная система. Он может идти по своей лёгкой путевой структуре с большими провисами, как мы уже говорили, 200-400-200. Это то, что вы тоже увидите 1 июля на Экофесте. То есть, это путевая структура для юнибайка и для юнибуса. Ещё что мы с вами увидим на Экофесте, это же внизу путевая структура, на которой может двигаться уже 24-местный юнибус, который уже находится на двух рельсах. То есть, это бирельсовая система. Соответственно, эти все подвижные составы, и юнибайк, и юнибус, и 24-местный юнибус, они могут идти уже в электронной сцепке в виде поездов до бесконечности. Их может быть 5, 10, 100, 500, 1000 в электронной связке, и они все могут двигаться как состав. То есть, и это тоже мы с вами, друзья, увидим. То есть, это уже три системы, которые я вам назвал. Дальше, вот этот сейчас юнибус, который вы видите в исполнении пассажирском, но точно так же сейчас изготавливается точно такой же юнибус, уже в грузовом варианте, это контейнерная перевозка, и 4 таких юнибуса, это будет один 20-футовый контейнер. Соответственно, их можно как блоками перевозить отдельно в 20-футовом, как потом, соответственно, каждый в отдельности, это как мы вводим свой стандарт контейнеров. Так вот, друзья, таких контейнеров тоже, соответственно, эта система может перевозить до 200 миллионов штук. Соответственно, сейчас изготавливается еще юникар, это то, что возят сыпучие грузы. Так вот, эта же транспортная система, эта же эстакада может перевозить еще до 50 миллионов тонн, друзья, сыпучих грузов, это уголь и железная руда. Для сравнения, друзья, я могу сказать, что только Транссиб, сегодня Транссиб, который соединяет всю Россию, проходит единственный магистраль, перевозит 111 миллионов тонн. То есть, это сегодня производительность половина Транссиба. Но вы когда-нибудь Транссиб видели в живьем, сколько там работает поездов, сколько какая-то мощнейшая структура, это то, что соединяет всю Россию. А здесь одна вот такая легкая ажурная система выполняет функции 500 тысяч пассажиров в сутки. Разновидность, так вот, это уже, друзья, я вам назвал 5 разновидностей подвижного состава. И это все это эстакада. Ну и дальше, друзья, сверху то, что стоит путевая структура, это сейчас это разгонный участок в километр, а дальше это эстакада для движения сверхскоростного подвижного состава юнилетов, которые будут давать скорость 500-600 километров в час. Свыше 600 километров в час, как говорит Юницкий, смысла нет давать, потому что в атмосфере такие скорости сегодня уже преодолевать не надо. Поэтому на сегодняшний момент то, что мы с вами, друзья, видим, это в одной эстакаде 6 путевых структур. А вот теперь, с учетом того, что она энергетически, как мы говорили, она сама вырабатывает электроэнергию, у нее комбинированные формы запитки там, и сейчас закладывается, не буду на этом обострять внимание, это запитка уже и зарядка аккумуляторов через рельсы, то есть когда подается напряжение, и отдельная ветровая, солнечная энергия, и еще, то есть это, друзья, отдельные вещи. То есть сегодня мы с вами видим путевую структуру, которая выполняет 6 задач, а цена у нее одна. И я вам задаю вопрос. Когда вы мне говорите монорельс или поезд на магнитном подвесе, вы что имеете в виду? Скорость, то, что сегодня магнитный подвес дает до 300 километров в час, у нас сегодня 500 километров в час. То, что сегодня метро стоит сотни миллионов долларов, у нас такая ветка по производительности больше метро. То, что сегодня Транссиб возит по 100 миллионов тонн, а эта же путевая структура может возить еще и по 50 миллионов тонн грузов, то есть и это все, друзья, в одной системе. Ну а дальше, чтобы еще понимать, это как горизонт цели, что будет дальше, когда покажем 600, то вы слышали, Юницкий еще в начале года декларировал о том, что эта же путевая структура, эта же эстакада будет основой для гиперскорости, для скорости 1250 километров в час. И таким образом, то, что мы сейчас с вами видим, это основа для семи транспортных структур. Семи. Это только транспортных, друзья. А с учетом, что в каждом рельсе сейчас зашито оптиковое локно, зашиты кабели для сверхпроводимости передачи энергии, то эта коммуникационная система не то, что сегодня не имеет аналогов, она выполняет совсем другие функции. И у меня родилась такая аналогия, когда мы все это перечисляли, я показываю, в принципе, Анатолий Довальевич, вот если взять сейчас вот смартфон, то можно сравнивать, вот если взять телефон 20 лет назад, вот проводной и крутить диск которым, можно сказать, можно сегодня смартфон сравнить с этим телефоном. Но в принципе можно, потому что и тот телефон звонит, и смартфон тоже обладает функциями звонков. Но помимо этого смартфон еще может много чего другого, чего не может обычный проводной дисковый телефон. Если вы будете меня уверять в обратном, я вам просто не поверю. Не поверю. Если вы мне говорите, что мне все равно, что у меня дисковый телефон или смартфон, то мне не все равно. Мне очень нравится мой смартфон. Соответственно, это функции и задачи, которые выполняет новая интеллектуальная система, соответственно, 21 века. И это, друзья, все мы с вами сейчас своими глазами увидели, мы все это делаем. Мы с вами имеем возможность, друзья, все это видеть в развитии, в динамике. Вот, вы, на ваших глазах, друзья, все это зарождалось. И когда мы ходили, друзья, даже, чтобы вы понимали, не три года назад, а мы по срокам прикинули, полтора года назад мы пришли, и кто репортажи наши видели, мы с Алексеем, полтора года назад закладывали первые, соответственно, бетон для ограждения. Мы там проводили субботники, вырубали деревья. Вот, это был танковый полигон с трех-четырехметровыми, рытвенными, с заросшей весь кустарником и лесом. Сегодня, друзья, это абсолютно красивая, экологичная, такая очень эстетическая территория, на которой строятся четыре путевые структуры. Соответственно, и грузовая отдельно вы видели в репортажах. И, да, вот Алексей поставил, как раз, видите, и закладка первого камня, когда мы копали первый столб, вкапывали и анкерная опора, в которой сегодня, и посадка первых деревьев. Это, друзья, уже история сейчас. Сейчас мы подошли к тому, что это реализовано, это показано, это работает. Соответственно, это те этапы, которые мы прошли, и это то, что мы с вами сделали. И это, друзья, началось полтора года назад. А сегодня мы уже говорим о том, что одна путевая структура, которая обобщает в себе шесть транспортных коммуникационных систем, она уже функционирует сейчас в системе испытаний, и первого июля она будет введена. Ну, то есть вы увидите, как она уже работает в полную силу. Соответственно, Юнибайк будет показывать просто чудеса с точки зрения инженерной техники. Это пролеты в 200-400 метров. А дальше вы увидите уже место, где будет строиться 400-800-400. Соответственно, это вообще с точки зрения сегодня инженерии, я говорю, это просто нерешаемая задача. Вы увидите путевую структуру и систему, которая будет возить 200 миллионов тонн. То есть уже в два раза больше, чем Транссиб. Это отдельная трасса. Ну и унифицированная, самая главная основа, то есть основа, хребет всей технологии Skyway, это вот эта эстакада. И один из элементов, которые вы сейчас видите, это пассажирский 414-местный Юнибус. Линейка этих дальше подвижного состава, она не будет иметь ограничений. То есть они будут пассажирские, они грузовые, они будут нефтеналивные, они будут возить литиевую воду, и еще много-много-много-много чего. Это все унифицированная транспортная система. И еще раз, друзья, я говорю, все это выполняется сегодня в параллельном режиме по так называемой теории планирования, это дерево целей. И сегодня они сводятся в одну точку, для того, чтобы 1 июля на Экофесте мы с вами увидели максимум. И здесь, друзья, я могу сказать, что то, что я вам рассказываю, то, что вы сейчас слышите, это только часть того, что вы увидите. В реальности все будет намного больше и намного интереснее. Ну вот, друзья, я думаю, что для такого начала и для такого рассказа я так уже, наверное, более чем мог сказать. Но я не мог, друзья, с вами этим не поделиться, потому что, на мой взгляд, это самая важная вещь, которая происходит на сегодняшнем нашем проекте. Хотя трудно сказать, что завтрашние переговоры, результаты, которые обязательно будут, они будут важны или не важны. Сегодня важно все. И сегодня мы с вами дошли еще до одной очень важной вехи, мы с вами дошли до еще одного очень важного этапа, но это уже не такая, ну, скажем так, знаковая дата, как была 29 ноября. 29 ноября – это рождение, это первый старт, это как 12 апреля, как запуск первого космического корабля. Сегодня для нас, друзья, это очередной шаг, я акцентирую на этом внимание, чтобы вы понимали, что делается. Я вам еще раз показал значимость именно Тюницкого, как генерального конструктора, который одновременно выполняет огромнейшее количество задач и несет просто колоссальнейшую ответственность за то, что сегодня происходит. И, соответственно, те перспективы, которые дальше продолжают и продолжают открываться. И о многих вещах вы дальше будете узнавать, мы вам будем рассказывать, потому что те планы, работу, которую мы наметили, друзья, это уже не только этот год, но это и до конца 2017 года, и весь 2018 год, друзья, вы увидите еще очень много серьезного и интересного и с точки зрения инженерных решений, и с точки зрения организационных, то есть какие компании будут создаваться, и с точки зрения финансовых, как это дальше будет развиваться. Ну, а я, друзья, передаю слово Алексею, он был свидетелем, он также, как и я, все это видел, смотрел, и, друзья, мы сейчас послушаем его взгляд, его отношение к тому, что произошло. Ну и, соответственно, я в конце сделаю небольшое обобщение, тем более сегодня тоже произошло с точки зрения российских финансов одно очень интересное событие, которое тоже... Дорогие друзья, немножко прогулял прошлые вебинары, но по уважительной причине. Я отправился неожиданно для себя на день раньше в Москву на переговоры с крупными инвесторами, на переговоры по построению, в том числе в будущем, продолжение нашей инфраструктуры, то есть инфраструктуры Skyway уже в несколько другом значении, но говорить об этом ничего не буду. И вообще цель моя посещение Минской области и Минска, и я стараюсь не посещать просто так, чтобы съездить и увидеть, как поживает конструкторское бюро, а именно с определенной целью. То есть мы в Париже договорились по поводу делегации из более чем четырех стран присутствовала делегация, то есть здесь вы увидите Южную Корею, здесь вы увидите Польшу, здесь вы увидите Индию, здесь вы увидите Японию. И самое интересное и самое удивительное для меня, что эти все замечательные люди, профессионалы своего дела, то есть это, если говорить про MLM лидеров, и используйте эти аргументы, это действительно мощные лидеры, мощные обладатели структур, они приехали только на 40 минут. На 40 минут им было достаточно пообщаться просто с Анатолием Эдуардовичем, и потом, когда я спросил, дорогие друзья, вот как бы у нас сегодня еще запланирована поездка, экскурсия на производство, у нас запланирована на экотехнопарк, вы не собираетесь? Их ответ был, все нам достаточно. То есть ответ достаточно, просто пообщавшись с Виктором Игоревичем Бабуриным, с Анатолием Эдуардовичем Юницким, с Надеждой Геннадьевной Косыревой, когда они увидели то, что как течет, как кипит работа действительно в научно-производственном конструкторском предприятии ЗАО «Струнные технологии». Я не раз видел эту экскурсию, дорогие друзья, она никогда не повторяется, и невозможно ее повторить. И поэтому по этой причине многие спрашивают и просят, сделайте, вот как я начал делать цикл, вот в Индонезии увидели от первого лица, так скажем, как будто, ну, чтобы ощущение, вроде как в перископе, но уже в более хорошем качестве, и от первого лица не будет такой экскурсии, она просто не получится, потому что каждую экскурсию по ЗАО «Струнные технологии» невозможно повторить. Вот, собственно, вот это было целью моего посещения Бэка Технопарка и ЗАО «Струнные технологии». Ну, естественно, мы еще раз под всего коллектива членов правления Skyway Capital и от всех инвесторов Skyway Capital вообще Skyway поздравили уже, пожали руку Анатолию Эдуардовичу Юницкому. Я от себя символичный такой подарок в виде символа поступления в будущем непрерывного инвестиции подарил Анатолий Эдуардович. Ну, такой чисто символический. И потом действительно начались новости, которые мы не ожидали, дорогие друзья. Естественно, я хотел бы отметить, потому что это мой первый опыт общения и мое первое знакомство с Дмитрием Владимировичем Терехиным. Я отметил для себя, что вы знаете, что я люблю аналоги, и мне очень было приятно, что Анатолий Эдуардович вспомнил и показывается, я был прав, что да, в анкерную опору, вот вы помните, три буквы А на анкерной опоре. Да, такая символика, дорогие друзья, закладывается. И вообще, очень много символики на Эко-технопарке. Даже прожарный пруд неспроста сделан в виде православного креста. То есть, многое неспроста, дорогие друзья, сделано. И многое, как говорится, Богу угодно. Почему я затронул такую тему? Потому что, Дмитрий Владимирович, во-первых, это в прошлом мощнейший олигарх и для меня огромная честь общаться с такими людьми. Сейчас он занимается сельским хозяйством. По внешности, Дмитрий Владимирович очень сильно похож, вот моя аналогия на Романа Абрамовича. То есть, наверное, это к счастью нашему проекту. И то, что человек, который инвестировал полтора миллиона долларов 17 лет назад, то есть, сейчас эта сумма, ну, я не знаю, тут нужно смотреть по курсу доллара, но по моим расчетам это примерно 20-30 миллионов долларов на сегодняшний расчет. То есть, это колоссальная сумма и на тот момент это был риск определенной и репутации возможной Дмитрию Владимировичу. То есть, он не побоялся, как Руслан Усманович Готаров приехал в недавнем времени на Экотехнопарк и был первопроходцем, так скажем, среди русских губерний в новейшей истории Skyway. Так и Дмитрий Владимирович не побоялся тогда, и не побоялся вернуться через 17 лет, но, естественно, после того, как лично Анатолий Эдуардович позвонил ему и лично Анатолий Эдуардович попросил Сергея Анатольевича, пожалуйста, давайте организуем приезд Дмитрия Владимировича на Экотехнопарк. Это человек с огромным видением, это человек с огромными связями, это человек, который, я думаю, процентов на 5 себя показал 17 лет назад, просто проинвестировав. Сейчас я безумно рад и счастлив, что мы с Сергеем Анатольевичем будем в команде двигаться с Дмитрием Владимировичем. Дмитрий Владимирович показал именно новую такую направление и сферу, сейчас он занимается вплотную с сельским хозяйством, он был окончательно поражен, когда Анатолий Эдуардович поведал ему о био- и агротехнологиях, о производстве гумуса, и, дорогие друзья, мы видели, мы нюхали, мы осизали этот запах, который в лаборатории можно наблюдать, то есть в бочках находились бактерии, соответственно, которые являются составной частью для переработки гумуса, и, дорогие друзья, мне очень понравилась цифра Кирилла Бадулина, когда он представлял презентацию именно био-агро-техно-транспортного кластера в Улан-Удэ, то есть республика Бурятия, и там сейчас наш не то, что активный сподвижник, но тот политик, тот чиновник, который не побоялся также начать более серьезно разбираться в технологии Skyway, работал в Министерстве транспорта Российской Федерации, сейчас возглавляет республику Бурятия, это Алексей Циденов, и обсуждалось производство Гумуса, как раз его экспорт потенциальный в Китай, в Арабские Эмираты и так далее, то есть это еще один вопрос, откуда будут, из чего будут, собственно, компоноваться дивиденды, прибыль, кто как захочет, и, дорогие друзья, мне очень порадовала цифра Кирилла Бадулина, рентабельность тысяча процентов, примерно, примерно, он сказал, это только производство Гумуса, и это как дополнительное направление Sky Agro, которое сейчас формируется, и я видел реакцию, когда люди видят вот эту чудодейственную волшебную почву с процентом содержания Гумуса более 90%, а кто не в курсе, чернозем, в лучшем случае больше 60%, и, соответственно, нюхали, кто-то пробовал на вкус, но, дорогие друзья, это тоже будущее всего нашего уже эко-мира, не побоюсь этого слова, потому что это очень серьезная капитализация в том числе. И потом начались, дорогие друзья, действительно, новости, которые нас, Сергеем Анатольевичем, очень сильно обрадовали, мы не предполагали, и мы не ожидали, положа руку на сердце, дорогие друзья, вот, положа руку на сердце, действительно, мы не знали, что будет испытание, начато ходовые испытания Юнибуса, и для нас это было приятнейшей неожиданностью, когда мы, во-первых, увидели, что, где Юнибус, где Юнибус на производственной площадке бывшего ЕО-мобиля, и сейчас производственной площадке больше 2000 квадратных метров, на базе ЗАО «Струнные технологии», и нам сказали, что он отправился в Экотехнопарк, возможно, даже сегодня его смонтируют и подвесят на городскую пассажирскую совмещенность с высокоскоростной трассой, сейчас мы будем говорить городская пассажирская совмещенность с высокоскоростной, но понимая и держа в уме, что 22 километра будут вот, буквально за нашей спиной с Виктором Бабуриным, улыбающимся, счастливыми, как говорится, счастье есть, когда поехал Юнибус, и уже это такой вот следующий этап после запуска Юнибайка. За нашей спиной, я могу сказать, не буду называть расстояние, но очень хорошее расположение и очень хорошее расположение с точки зрения, я всегда люблю рассматривать все с точки зрения маркетинга, пиара и как это в дальнейшем может монетизировать и как в дальнейшем это может сыграть положительно для нашего проекта. То есть, будущая трасса 22 километра находится буквально по ту сторону от существующей автострады, то есть, это хайвей в лучших традициях Республики Беларусь, а качество дорог там хорошее, то есть, в будущем теоретически возможно даже мы сможем производить какие-то испытания, потому что очень легко перегородить эту трассу и произвести испытания, а кто же все-таки у нас быстрее, либо какой-то электромобиль, вот я недавно слышал, что 400 с лишним километров в час разгоняется электромобиль, там колоссальные, конечно, мощности закладываются, абсолютно это неэффективно, абсолютно неэффективно с точки зрения затрат, всего лишь 50 таких автомобилей будет сделано, спорт электрокар для, естественно, миллиардеров этого мира, и можно будет устроить соревнования и даже возможно соревнования высокоскоростного транспорта и со спортивной авиацией, то есть мы же говорим, что коэффициент аэродинамики закладывает даже более серьезную аэродинамику, чем у спортивной и военной авиации, время покажет, дорогие друзья, но судьба к нам благосклонна, благодарим Александра Григорьевича Лукашенко, благодарим всех, кто так или иначе имеет отношение к пробиванию проекта Skyway и почему Александра Григорьевича, потому что мы не знаем, какое отношение Александр Григорьевич еще не посетил Экотехнопарк, но я думаю, что с такими темпами обязательно и высшие власти Республики Беларусь также окажут честь и посетят эту цитадель зарождения нового шестого технологического уклада. И, дорогие друзья, я хотел бы сказать сквозь взгляд свои эмоции по поводу того, что я увидел. В первую очередь я могу сказать, что я не так редко, так получается уж по долгу службы, по долгу родины Skyway, что я бываю часто на Экотехнопарке и я каждый раз поражаюсь, дорогие друзья, насколько много уже было сделано. То есть уже роется котлован, я задавал вопрос, а что за котлован на легкой трассе. Анатолий Эдуардович спокойно ответил, что это готовится более такая современная станция под Юнибус, чтобы можно было под навесом, в тепле таком относительном, смотреть и наблюдать, как не Юнибус, Юнибайк, извиняюсь, Юнибайк уезжает вдаль, посидеть даже там можно, насчет прокатиться не знаю, то есть это решение чисто руководства ЗАО струнной технологии и я не могу и не имею права этого комментировать, дорогие друзья. И Сергей Анатольевич также. И, соответственно, сейчас также закладывается более того, возможно, еще одна трасса, я не буду называть место, но еще одна трасса на территории Экотехнопарка, который вот сейчас на фотографии мы видим. То есть это все, дорогие друзья, запараллеленное строительство, запараллеленный монтаж. Вот эти вот футуристичные пауки, как называют многие инвесторы, я называю, имею ввиду грузовые анкерные опоры, уже готовы, промежуточные опоры, пролет 50 метров, это привычный для нас пролет и это непривычный для современной железнодорожной сферы и поездов на магнитной подушке, то есть там максимум 30-35 метров пролет. И, дорогие друзья, начнем с того, что те машины, которые производятся на базе ЗАО струнной технологии, взять высокоскоростной подвижной состав, который уже к концу этого года будет изготовлен. Я видел лично, и Сергей Анатольевич тоже видел, мы видели модель 1 к 10, мы видели модель 1 к 50, тоже, которая отправится соответственно и на выставку в Индию, на которую также планирую быть, и также в виде подарка серьезнейшим правителям и именно главным в государствах некоторых будет отправлено. И, дорогие друзья, естественно, минус такой вот выставки, но он одновременно является и плюсом, что вот эти машины смогут увидеть посетители выставки только на экранах наших телевизоров. Но это огромный плюс, так как вы понимаете, что как магнит наш экотехнопарк будет притягивать все новые и новые делегации. Если говорить про Индию, то мы узнали, что там будет уже рассмотрено конкретное место под экотехнопарк. Я искренне надеюсь и в моих бизнес-видеоблогингах, то есть сейчас вот я из-за большого количества своих командировок не смонтировали пока что, но вот на днях будем общаться с монтажером. Я думаю, что это поставим на поток, то есть командировки также можно будет смотреть уже на Ютубе и так далее. И я могу сказать, что вот на днях буквально произойдет эпохальное событие в истории адресных проектов. Для нас Сергей Анатольевичем эпохальное, но для Анатолия Эдуардовича и для всей команды ЗАО «Струнные технологии» это будни. И более того, дорогие друзья, мы еще будем решать, сотрудничать или не сотрудничать по этому проекту в зависимости от предлагаемой стоимости. Мы вправе решать с тем обилием и потенциалом и объемом адресных проектов, которые уже инициированы и которые уже готовы делать. Я могу сказать, дорогие друзья, что и на территории России пробьет этот счастливый час. Сейчас проработка вы увидели с подачи Алексея Циденова. То есть искренне надеемся, что в Улан-Удэ будет высокоприбыльный, сверх капитализирующийся бизнес создан. И я в этом нисколько не сомневаюсь. Я как студент агроинженерной академии, я обязательно все это тем моим знакомым, друзьям, которые сейчас в сельскохозяйственной сфере работают на территории Челябинской области уже на уровне депутатов и так далее, членов законодательного собрания. Все это агро- и биотехнологии также донесу. И, дорогие друзья, доносите информацию не только о струнном транспорте, но и о всех направлениях. То есть агро- и биотехнологии это новейшее направление, но конкурентов у которого по всему миру очень и очень мало. А вообще это наши партнеры, это также вот мы обязательно рассмотрим направление агро- и биотехнологии на следующем вебинаре, то есть это направление Sky Agro. И мы так вот эфемерно, расплывчато могли говорить, допустим, два года назад, но сейчас, когда база подготовлена и Анатолий Эдуардович как именно руководитель технической инженерной школы именно на базе струнных технологий нас учит и мы можем об этом уже говорить. Дорогие друзья, я могу сказать также, что движется процесс и по Европе. И если мы говорим, что Европа зарегулирована, если мы говорим, что далеко не в первую очередь будут строиться струнные дороги на территории Европы, то я могу с этим поспорить, потому что на Парижской конференции, я считаю, это одно из главных достижений Парижской конференции, мы познакомились с координатором Международной Ассоциации Железных Дорог Европейской и вообще Международной Ассоциации Железных Дорог с Евгением Кудряшовым мы провели переговоры и так совпало, что с 18 по 25 апреля представитель Международной Ассоциации Железных Дорог, офис у которых прямо напротив Фейфелия в башне находится, даже приглашали, ну мы сказали, подождите, подождите, давайте вы сначала посетите Экотехнопарк, и это вот судьба, дорогие друзья, это благосклонность, это богоугодие нашего проекта, то, что господин Витас находился на тот момент на территории Минской области и с удовольствием все согласовал с Анастасией Лейко, как именно руководителем отдела внешних связей, и был организован визит. Оценка, я могу сказать, оценка колоссальная и заслуживает уважения, то есть вот то, что было получено МБМ, то есть это высшая консалдинговая организация, фирма международная, которая может оценивать инфраструктурные проекты, находится, базируется в Австралии, работает по всему миру, это прошлое, дорогие друзья, и это не то, что наша история, это те прошлые аргументы, но которые прибавляются и обогащаются новыми аргументами, то есть вот, пожалуйста, экспертная оценка, такая предварительная координатора ассоциации международных железных дорог, то, что Skyway имеет право создавать свою платформу, свои стандарты под создание струнного транспорта, то есть, возможно, дорогие друзья, мы не будем подстраиваться под существующие стандарты, потому что наши стандарты все-таки отличаются от стандартов существующих железных дорог, и, соответственно, будем создавать свою платформу, и, соответственно, на основе этих стандартов может быть произведена сертификация и так далее. Я могу сказать, дорогие друзья, что то, что мы видели с Дмитрием Владимировичем, с Сергеем Анатольевичем, когда мы ехали вот эти 22 километра, и когда смотришь в сторону, видишь лес, там серьезнейшие действительно испытания будут для нашей высокоскоростной трассы, потому что там есть и лес, там есть и пролет через реку, либо это какой-то ручеек, ну, достаточно немаленький, так скажем, пролет, и болото там есть, и, соответственно, все это мы увидим уже по расчетам при достаточном финансировании уже примерно сентябрь-октябрь 2018 года. Это поражает воображение, и это говорит о том, что если кто-то не верит, если кто-то думает, что это не получится, просто пусть посмотрит, если даже он не захочет поехать на экофестиваль, просто пусть посмотрит, что будет 1 июля на эко-технопарке. То, что наш высокоскоростной подвижной состав, это более сложная машина, чем Boeing, чем Aerobus, не должно возникать в этом плане никакого сомнения, потому что это автоматизированная система управления, потому что это сверх высокие скорости для подвижного состава, потому что это токосъем с колес, и, соответственно, на высокой скорости нужно организовать этот токосъем, и левые, правые рельсы высокоскоростной трассы находятся под напряжением. Я задал дурацкий вопрос, дорогие друзья, но больше чем уверен, что будут такие вопросы и от серьезных потенциальных инвесторов. А что будет, если птицы будут садиться на высокоскоростную трассу под напряжением? Ответ Анатолия Эдуардовича был, как известно, и как нам привычно, абсолютно простым и виртуозным. А что становится с птицами, которые сидят на линиях высоковольтных передач? А садятся ли птицы на железнодорожное полотно? То есть вот он ответ, дорогие друзья. Естественно, ничего не будет. И, дорогие друзья, то, что высокоскоростная трасса будет находиться под напряжением, это еще больше повышает сложность именно создания, монтажа и проектирования. Но уже все спроектировано. То есть это колоссальная работа и это то, что делалось Boeing. 12 лет собственно шло проектирование, 12 миллиардов долларов инвестировано. Те суммы, которые инвестируются в наш проект и которые сейчас мы достигаем, они хороши и радуют, дорогие друзья. Но стоит помнить о том, что если когда мы хотим в сентябре 2018 года увидеть пролетающий юни-лед и действительно как мы говорим, что можно стоять над трассой и это будет сильное дуновение ветра. То есть я не сомневаюсь, потому что я слышал как шумит относительно шумит это не назвать шумом юни-байк и как тихо сейчас он действительно перемещается по путевой структуре по сравнению с тем что было а было и так тихо уже с преднапряженными стальными тросами канатами внутри способными выдержать вообще в общем зачете до 16 тонн нагрузку и уже омоноличенный спецбетоном который разработан на базе зао струнные технологии то есть шум снизился на 10 децибел это серьезные показатели дорогие друзья я нисколько не сомневаюсь что при достаточном финансировании то что задекларировано то что заложено лично Анатолию Эдуардовичем все будет показано и сейчас я думаю что вот этот юнибус это начало ходовых испытаний должны еще больше увеличить интерес к нашему проекту я как член правления могу сказать что мы будем жестко менять логику донесение информации о проекте потому что многие регионы сейчас находятся в прямой связке с адресными проектами и соответственно мы не будем говорить о прибыли вы можете говорить face to face вы можете говорить в кулуарах но все информационные источники все лендинги все я могу сказать что вчера мы с Евгением Кудряшовым провели с очень мощной компанией первичные такие вот очень серьезные переговоры по поводу мобильного приложения неделю назад мы провели переговоры то есть нашли определенную компанию и в Париже я упоминал это не было записи отмечу здесь что у нас будет биоидентификация в этом мобильном приложении то есть мы сделаем все как члены правления и как движущая финансовая сила именно как весь Skyway Capital чтобы максимально удобные комфортные инструменты были созданы для активных участников и продвиженцев проекта Skyway то есть извините когда можно будет зарегистрировать просто по фотографии и это будет занимать секунду глупо будет не развивать этот проект ну дорогие друзья а если уже возвращаться к такой теме которая интересна для многих Hyperloop и Skyway то есть вы все знаете что мы гиперскорости планируем внедрять посмотрите фильм время первых я вчера с женой выбрал время и поздно вечером потому что время у нас есть только поздно вечером и рано утром у Анатолия Эдуардовича вообще времени нет и более того я могу сказать что после того как мы отправились по домам так скажем Анатолий Эдуардович еще секретной миссии какой-то я не знаю какая-то миссия поехал Санкт-Петербург после того напряженнейшего графика именно выходных которые являлись рабочими днями и дорогие друзья если задуматься про Hyperloop посмотрите этот фильм время первых посмотрите эти системы шлюзования посмотрите сколько времени занимает чтобы перейти из нормального давления соответственно в условия фарвакуума и задайте себе вопрос а возможно ли это сделать компанию которая приостановила создание своего технопарка и остановились на 500 метрах соответственно дорогие друзья я больше чем сомневаюсь что они продемонстрируют безопасную для пассажиров капсулу и больше чем сомневаюсь что они дойдут до коммерциализации кроме вот этих вот эфемерных проектов подписаний соглашений и различного пирара в логике американского шоу которое собственно мы неоднократно во всем мире видели и наблюдали мы же не занимаемся шоу мы занимаемся реальной технологией реальным созданием дорогие друзья и соответственно сейчас я могу сказать что мы занимаемся созданием эко мира потому что мы строим скайвей спасаем планету и даем дорогу в мир транснету для эко мира каждый день и каждый час нашей реальности благодарю друзья вот такие новости вот такой взгляд как обычно возможно более эмоциональный чем у Сергея Анатольевича нам есть что сказать и следующие вебинары будут про агро биотехнологии приглашайте максимум как обычно мы говорим людей но даже если вы не будете приглашать людей проект все равно развивается и европейцы подключаются и африканцы подключаются и азиаты подключаются но лучше сплоченно вместе строить skyway и спасать планету до скорых встреч спасибо алексей спасибо алексей как видите это всегда своя точка зрения вот я бы не сказал что она радикально отличающаяся но скажем так всегда это уж точно вносящая какую-то свою новизну вот поэтому конечно событие такое важное тем более что мы к нему не готовились это особенно было так сказать как бы естественно на все наши просьбы запустить перископ нам тут категорично сказали что никаких перископов со всех этих испытаний как бы это но все-таки мы после определенных переговоров договорились с Антур Доварчем что можно сделать ряд фотографий которые мы на вебинаре покажем и сделаем такие пояснения вот друзья мы свое обещание выполнили и второй очень важный момент друзья это уже лично от себя я хочу повторить что ведь многие из вас не занимались такого рода проектированием строительством ведение целых групп и направлений то что сейчас приходится одновременно запараллеливать столько работ это друзья конечно просто поражает это количество выполняемых задач которые сейчас идет и вот мне тут перископе спрашивают а эко дом да друзья и уже чертежи и рабочие даже Керехин Дмитрий Владимирович тоже говорит я тоже хочу заказать себе такой дом мы друзья сейчас как задачу до экофеста об этом не говорим потому что и так сейчас такое огромное количество и задач и новостей и демонстрации которые будут что если мы сейчас еще будем говорить и о биоинженерной технологии и о жилищной программе то это уже все для одного события будет просто уже перебор поэтому мы сейчас как инвесторы и как партнеры должны с вами приехать через 65 дней собраться в эко технопарке увидеть все это своими глазами посмотреть это фактически как отчет за то что сделано то есть какая проделана работа и наметить куда двигаться дальше и дальше тут как раз спрашивают когда будет закончена скоростная трасса 22 километра она будет как уже Алексей сказал что это осень следующего года то есть фактически чуть больше года будет строительство этих 22 километров вот а параллельно друзья все же задачи запараллелены то есть испытания ходовые испытания подвижного состава скоростного и единирета конечно они начнутся намного раньше и когда трасса уже будет закончена и осенью станет уже полностью будет подготовлен скоростной подвижной состав уже будет к этому времени и испытан и продукт и изготовлен в разных вариантах и начнет уже эксплуатироваться так вопросы пошли когда будут открывать инвестиционный фонд ну друзья это тоже скорее всего осень этого года то есть мы думаем что конец этого года начало следующего это все будет запараллелено с запуском адресных проектов и соответственно адресные проекты которые будут запускаться мы под них как раз и сейчас будем готовить уже и варианты финансирования они тоже будут абсолютно различные это и работа с классическими венчурными хиджи фондами с банками с заказчиками с крупными инвесторами с нашим краудинвестинговой инвест проводящей системой это все друзья будет работать развиваться все параллельно и все будет приносить соответственно каждому ну скажем как свою свою и доходность и результаты и перспективы поэтому здесь друзья ничего такого нет ну и в завершении я буквально коротко друзья поставил я пока сюда много-много вопросов сейчас задавали поэтому мы всегда привыкли к тому что или мы делаем что все смотрим через призму скайвея то есть на те события которые происходят сегодня одно такое знаковое событие друзья в финансовой сфере именно России Российской Федерации сегодня запущено ОФЗ это облигации федерального займа сегодня именно с сегодняшнего числа это займ правительства у населения и соответственно они идут в двух вариантах то есть с доходностью 8 и 10 процентов и их то есть это выше чем ставки в банке их можно купить минимум на 30 тысяч рублей но не более чем на 150 вот соответственно это номиналом одной деньги это одна тысяча рублей мне просто задали вопрос как вы к этому относитесь здесь друзья у меня подход однозначный потому что прошлые облигации которые выпустало правительство и были которые ОФЗ это в 94 98 году они закончились тем что государство на эти ценные бумаги объявило дефолт это дефолт 98 года это крах банкротства фактически финансовой системы правительство Кириенки тогда ушло в отставку долги переписали с долгов частных банков на государство и фактически на тот момент это неплатежеспособное государство которое в очередной раз обмануло своих граждан до этого это был 91 год когда Сбербанк с накоплениями фактически прекратил выполнение обязательств по всем накоплениям которые были сделаны в Советском Союзе об этом тоже стараются сейчас уже не вспоминать и не говорить поэтому на сегодняшний момент само упоминание облигационном федеральном займе ОФЗ и о том что государство гарантирует 100% по ним доходность это уже вызывает неприятное чувство ну а то что сегодня друзья на пороге 17 а следующий это 18 год то есть это опять очередные наводят на у нас еще потом был 2008 год очень непростой тоже с финансовым кризисом и мировым и внутри страны с девальвацией просто катастрофической ну не катастрофической но мощнейшей девальвацией то я друзья исходя из того что у меня и так не очень приятные и хорошие ощущения на 18 год а когда еще и правительство опять в очередной раз выходит на 18 на ОФЗ то у меня друзья здесь я говорю просто очень нехорошие представления и очень нехорошие перспективы которые здесь рисуются поэтому друзья мы не будем говорить что не вкладывайте не покупайте ОФЗ то есть облигации федерального займа это каждый принимает свое решение но когда меня задают вопрос а можно ли в них инвестировать в счет то здесь друзья у меня всегда ответ только однозначный или тем более когда меня еще начинают звать вопрос кто мне когда я сразу всех предупреждаю у меня очень людей много в скайпе те кто добавляются я всех или просят добавиться я всегда добавляю но как только друзья хотя бы один раз ко мне приходит предложение или какая-то рассылка по какому-то финансовому проекту или предложение куда-нибудь инвестировать я сразу блокирую в спам и больше этот человек ко мне попасть никогда не может потому что на мой взгляд я четко понимаю что это представление и это моя работа и это мои скажем так устремления в жизни и это мои ценности в жизни что ничего кроме skyway меня не интересует и в этом плане если раньше я еще каким-то образом с точки зрения политики или с точки зрения анализа комментировал или это делал то сейчас друзья могу сказать что кроме skyway у нас единственное сегодня политический взгляд единственное политическое кредо единственное политическое устремление это друзья строй skyway спасай планету все больше друзья я не хочу ничего обсуждать ничего не Поэтому на сегодняшний момент, если говорить с точки зрения финансовой системы, то у правительства очень тяжелое положение, они сейчас идут, особенно с учетом, что цены на нефть сейчас опять начинают очень серьезно колебаться и все ожидают их дальнейшее серьезное стяжение, это будет опять давление на финансовую систему России. И в этом плане идут постоянные разговоры экономистов о том, что у нас укреплен рубль, поэтому должна быть его инфляция, девальвация, соответственно он должен дешеветь и дешеветь. И в этой же цепочке запускающейся сейчас, друзья, опять ОФЗ, то есть облигации федерального займа, это все говорит, друзья, о том, что все идет к одному пути, на котором стоит сегодня вся наша экономическая и политическая вита. И здесь, друзья, я могу сказать, ничего другого, кроме SkyWay, я не вижу и ничего другого, кроме SkyWay, я с ними обсуждать не хотел. Но так как пока понимания такого нет, хотя есть уже сегодня и наметки о том, что сегодня определенные чиновники, в том числе высокого уровня, начинают подключаться, то есть сегодня мы готовим приезд уже целой группы губернаторов, которые заинтересованы в этой системе. Видите, Гатаров, Руслан, уже не побоялся сейчас открыто приехать, много задают вопросов, готовится приезд Рамзана Ахматовича Кадырова, когда это произойдет, я понятия даже не могу сказать. Еще то, что Алексей очень так, видите, Ивата говорил, модель от 1 к 20, она была именно презентована и представлена лично президенту Лукашенко Александру Георгиевичу в Белоруссии, поэтому он в курсе, он наблюдает за этим проектом. Вот, поэтому вопрос здесь как раз абсолютно открытый с точки зрения, куда инвестировать или могли бы мы рекомендовать покупать ОФЗ, поэтому, друзья, я этот ответ оставляю без, точнее этот вопрос оставляю без ответа на совести каждого. В ответ на это вы от меня услышите всегда только одно – строй Skyway, спасай планету. Вот, друзья, больше я никак не буду ни комментировать, ни говорить. Если вы это не слышите, это ваше личное мнение. Ну вот, друзья, давайте на этом, может, глядя на эту картинку, которую кто-то называет фотошопом, так сказать, пускай делают, что хотят. Про тролли мы уже сказали, их время придет и приходит. Вот, а мы с вами, давайте, друзья, движемся, вот, будем ждать завтра новостей уже из конструкторского бюро, вот, соответственно, посещения индийской делегации. В следующую среду, ну, сегодня у нас в 20 часов, как всегда, друзья, традиционный вебинар уже для европейского времени. Потом в 21 час у нас Юни-Скай-вебинар, как мы его назвали, то есть с параллельным переводом на 4, наверное, немецкий у нас так и не подошел язык, так сказать, а у нас на 5 сегодня языков. Вот, это те, кто у нас сегодня основные, ну, такие активно развивающиеся инвесторы. Следующая среда у нас, это 3 мая будет, это праздничные дни, все по плану, вот, а 10, друзья, может случиться так, мы объявим, потому что у меня будет конференция в Братиславе, а Алексей в это время будет по дороге в Индии. Поэтому, если получится технически, то проведем вебинары, во всяком случае, или утренний, или вечерний. Если нет, то просим, как бы, понять, мы дадим об этом информацию заранее, что вебинары провести не сможем. Но я вам, как всегда, гарантирую, что в это время и в 13 часов и в 20 часов будет обязательно выход в Перископ, то есть если, когда я буду на вот этой конференции, то Перископ, во всяком случае, если даже не будет технической возможности провести вебинар, то Перископ будет проходить. Алексей, естественно, постарается со своих, он у него все в этом самом, в Инстаграме и ВКонтакте, он попробует сделать так. Поэтому, друзья, давайте на этих, на этой новости, то есть я считаю, сегодня наиболее такой приятный вебинар, который вот за последнее время мы проводили, хотя с таким темпом, который сейчас идет, друзья, все, о чем мы говорим, это очень интересные вещи. Как всегда, я могу сказать, что сейчас происходит очень много вещей, о которых мы не можем сказать или к радости, или к сожалению, но единственное, могу гарантировать, что придет время, все узнаете, все станет скрытое, станет явным. И все, что сегодня делается, друзья, и лично Юницким, как автором проекта и генеральным конструктором, всем менеджментом ЗАО «Струнные технологии» и конструкторством, всем директорским составом, который работает сегодня и в Skyway Capital и во всех остальных селах, все направлено на то, что, друзья, мы реализовали, реализовывали и реализовали этот проект. И все цели и задачи, которые мы с вами ставим, они стали реальными и достижимыми. Но, а как динамика и как идет, друзья, глядя на эту фотографию, пускай каждый думает, насколько приближаемся мы сейчас к поставленным задачам или нет. Все, друзья.